короче ребята вот я вступаю вступаю на московскую землю а тут сразу встречи встречи земляков да ты работаешь здесь работаю как зовут володя володя сколько живешь вот они тебе сколько лет 40 лет живешь ребята михалыч с нами катя летела танюха ты думала что мы одни полетели кати что выводим да не а уж и его даем не на самом деле катя расскажи почему-то самолетела санкт-петербург катя летит ребята пронести что-нибудь незаконно подарок что это можно снимать подарок впервые нам страха самолетов или дарят подарок не на самом деле в почате вопрос то что мы сейчас ну когда забить самолет заходим самолет и катина рукой машет и сейчас вместе выходим самолета хочу тебя пить или расскажи замуж выходит на замуж выходишь так и расскажи ты наш ты нашу жену успокой ну как будто стану специально договорю но по социально идти но с удашу жуну спокойствую через петель катя там любимый просто налетит из разная в качестве тебя сколько пересадка 3 часа и все ты покажись ребятам иди пройтись не мне на встрече пройтись ребята михалыч непонятно то ли в москву на видео people приехал то ли на картошку слышны картофельный папа пошли на турнир так что ребята катя помните вам оставляла свои контакты все забудьте их серьезно как забудьте не передумаю можете подписываться на мой инстаграм не штучка это что-то не более это мой ник штучка я все ребята на инстаграм подписаться на катин и узнаете кто ее парень а у нее парень артист между прочим всем подписчикам привет секцию хотя ты это безнадежно давай чтоб тебя все сложилось в питере чтобы этот парень артист с артистами поосторожней я вот с этим уже намучился пошли картофан пошли мы багаж получили такси до города недорого такси такси мы приняли в декабре сколько нас чек встречал три почему 32 водители белоруссии парень на машине да и но это нами самолете летел виталик водолаза а сейчас интересно сколько это сколько сейчас нужно будет встречать давайте посмотрим она это фото фото это сразу который который нам водку передал и самолета его сразу виду вот что-то короче немного видео короче кто нас возле самолета встречал кто-то здесь встречает привет еще раз я у тебя была да да привет приветствую так зовут дима дима для митя не дима и митя все что ли у нас как было в декабре два человека так вы июне два человека и осталось сделан предлагаю сразу строку поработать снять обзор на интернет-магазин наш товаров для пани после серии как увидел меня это сзади вак я сразу понял то что с вами обязательно мы должны меня и дулак а ну да уже не дулак джене джене дулак джене 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 дула вообще сели вас дом последний И чё? Чё делать надо? Чё снимать? Ну, обзоры на интернет-магазин, товары для бани. Так, Михалыч, как ты представляешь себе обзоры на интернет-магазин? Должен какой-то, как в железном человеке такой что-то? Там не только для бани, плюс ещё самогонные аппараты. На них вообще приказывается. Едем быстрее. Приедем. Мы пригласили специального производителя, чтобы он рассказал о своих аппаратах. А когда снимать-то будем? Сегодня, прям сейчас можем. Ты на машине или на метро? У вас сейчас сколько москве времени? Скажи, пожалуйста. 59. Подожди. Вечера? Мы пили весь самолет, весь полёт пили. И до сих пор 9. Класс. Дальше пить. Чё, поехали? Да. А у вас картофельная? Нет, я отдельно. А ты куда? Опять работать? Самолёты встречать? Да. Ну всё, ладно. Созвонишь или пишут. Дебра, как тебя зовут? Володя Серег. Володя. Володя, дайте. Я стоял. Слушай, прям возле самолёта. С дока. Да? Да. Привет. Олег. Я тоже. Олег? Дмитрий. Халыч, вот 3-2 уже победили. Счастливое. Всё, давай. Всё, давай. Пока, спасибо. Давай. С шестого приходи на шашлык. Тут постарается. Халыч, ты посмотри, как в Москве люди одеваются. Смотри, эти. Госкоспорт эти, узоры, блин. Смотри, у него, видишь, ремешок, тренчик, тренчик под эти, под ботиночки. И ты, блядь, как на картошку приедет, нарядился. А вот ты, рваные коленки. Да вот это, вон, видишь, телешки, Катя-то не ютубает. Солидень, тебя одет убьет. Да объясни, мы сейчас когда едем? Мы можем сначала вещи отвезти на гостиницу. Нет, так это если ты говоришь, сейчас магазин, ты говоришь, сейчас магазин поедем, то есть там недолго или что? Ну смотри, можно покушать, там обзор снять и... Нет, а мы-то что, мы обзор снимем в гостинице быстренько. Или там у тебя что, там баня? Если у тебя банный товар, значит баня, там что баня, фиво, проститутки или что? Нет, ну там баня у нас нет, магазин есть. Подожди, проституток нет, а все остальное есть. Где народ-то весь? Ребята, вы где, блядь? Вы что, вы что не понимаете? Пробки там, пробки сейчас. Пробки, да? Да, сейчас поймете. Короче, ребята, 6-го, 6-го, послезавтра. То есть видео, я не знаю, сегодня или завтра. Если сегодня, значит, послезавтра, если завтра, значит, завтра. Ой, ну короче, вы поняли. 6-го, на главном, в 15.00, на главном входе в парк Измайлова. Измайловский парк. Ты хочешь, что там конная полиция, говорят? Да мы, ребята, какая конная полиция, мы снимаем там, мы дальше же, мы встречаемся просто на главном входе, а дальше у нас уже снято эти беседки там все, мангалы, шмангалы. Вы только мангалы с вывезите. Нифига, он самолёт садится в столи. Нет, Михалыч, мы приехали в Москву работать. Подписывать рекламные контакты, фу, контакты, контракт. Зарабатывать, ребята, чего хотели. Вот так вот на ютубе, вот так вот заработок и строится. Сколько мы ехали? Полтора часа. Полтора часа ехали? Мне кажется, мы в 3 сутки ехали. Мы ехали за банными принадлежностями, 4,5 часа на самолёте летели, еще потом полтора часа ехали. Дмитрий, до куда мы ехали? Юлиаса Пучка. Как? Юлиаса Пучка. Еще раз. Юлиаса Пучка. Дмитрий. Юлиаса Пучка? Пучка. Это что такое? Здрасьте, Дмитрий. Здрасьте. Здрасьте. Вы с нами в баню пойдете? Здрасьте. В баню пойдете? Куда? Нет. Дядя Ваня или Петро? Петро. Дядя Ваня или Петро? Петро. Петро. Пойдем в магазин сначала, правильно? Зачем? Нет. Давай бахнем в магазин. У вас товар у нас купец. Давай, товар лицом показывай. Неси так, да? Так вот, я о чем говорю? Мы ехали через полные часа на самолёте, летели и полтора часа ехали на машине с аэропорта, чтобы что? Чтобы не бахнуть же, а чтобы... А, ты пропьешь что-ли? Нет, сейчас принесем. Какой-то в холодильник поставлю. А, ну давай. А, ну давай это. К чему мы куда ехали-то? Зачем вообще? Что это такое? Ой, извините. Это в Кремль ведет, видимо. Короче, какие-то в баню сходить, да? Ну. А почему у вас баней пахнет? А, ребят? Почему у вас баней пахнет? Почему баней пахнет? Да. Потому что здесь... Мы баню пойдем или что? Или вы просто банной езжуешься? Банной принадлежности. Ну, так не интересно. А где у тебя баня с простудками? Мы же в Москве. Михалычу жене это просто показывать не будем и все. Нет. А у меня жена все равно не уйдет. Ну, она мне тут решает. Она знает, что простудки просто простудками не серьезно, да, Тань? Да, Света? Как смешно, да? Ой-ой-ой. Это что, это моцарелла? А что? Я, Чьца, покачаша, там надо attempts advertisingged to you too, да-да-да-да. И что? Денис, и не фугайся, у вас есть картошку выкопать или посадить? посадит выкопает в туфлях выжил в туфлях в этих ножки и секом может быть не нам убью жены кулечку не напились отбились а о абсолютик нет давать давайте представим что мы в бане вот ребята водка шведская водка абсолют из гербов давайте камушки ракушки не умеешь затыкает сверху вот камушки ракушки ребята салаги не знаю это даже не знал на картошку приехал не знаете где поле покажите сейчас победит зил с бортовой картошка мишни что я все уедут а мы не выкопали ничего не магазин таки сейчас все будет ребят камушки ракушки за вас отлично спасибо за хлеб за соль хорошо что же и вкусная какая-то это кристофер это абсолютно дима спасибо что встретил встретил на самом деле мне сказал что поехал вас ну фотографироваться поэтому колись что ты помещал увидел плане позвал к нам пообещал им жизнь сохранить им жизнь горячую еду теплую одежду сейчас михалов сирает и дверь закроет потом ты будешь просить чтобы тебе жизнь сохранили только у меня антидот я могу антидотом сирануть чтобы михалыч аят опять сам уничтожился давай идите уже на свой магазин будем смотреть ребята батчат вениками банные предложения прям напротив чешского посольства видите чешское посольство аура какая но чешская чешская пиво чешский вот 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 это это склад здрасьте дмитрий подожди дима давай давай закончим с натальей да давай кончим с наталья наталья то есть все ребята которые будут писать электронные письма написать вам вы свободны кстати вы знаете что это плюс сразу на вашего сайт есть а где смотрите почту клана то ли писать на вашем сайте ребята электронная почта наталья наталья назови веник 77.ru ребята будете писать прямо наталья наталья свободная девушка посмотрите как красиво для меня пишут с кема глазами вот только с какими турецкими с украины да какая бандерака это типичное украинское лесо запада не не запада типичном украинской до чего вот тихо это выжу да это важно потому что лесу похоже на ведьму смысл на весне мало что нет наталья варлей миха закаливай это вырежу ребята короче все наталья пишите сразу на сайт сайт в описании к видео на сайте и ссылка на электронную почту и напишите наталья мы хотим на твой наталья сколько сколько-то нас слушаешься наталья скрючим тебя там все думаешь пишите письма печь всем но там если будут фотки голые кто голенькие фотки не присылайте присылайте ребят ну чё рассказывать все начали здесь у нас как текстиль так аксессуары для болотенца полотенца халаты килл ты килл ты это эти юбки как у шотландцев к типу дай поверить не залил ты типа угодите дяди ки снимет и нормальных но если я что в аэропорту обещал то что мы дадим полотенца обвернуться он будет ходить не полотенца килл давай снимаешься снимай снимает свою беспонтовую картофель вот можешь это вот сюда зайди нет сейчас это ходит поэтому это шотландия михаосква это вторая шотландия давай тут это нормально значит от линии нет ему ему покороче ему там ничего скрывать она думаешь что с коротенького улица даже с коротенького не вывалится солидный господин наша модель показывает то что в парную мы заходим как килл те отлично себя чувствую можно чтобы фартук наконец-таки ты думаешь что ты сейчас ходишь не как советское время товарищ да нечего вас там на повестке дня предлагаю заслужить товарища аргузова давайте еще и давай михаосе давайте уже полностью михаосе будем оденем под шапкой лучшие мозги а есть зачем вот таким шапку дали умный давайте к нам подберем другую на олигарх михаосе атаманом вышел бани килл килл есть шапка есть нужно рукавицы нужно подстилка зачем подстилки по словам чтоб спину на не натереть или попу нужно подстилкой рукавицы комплект для похода вот далее что это подожди это по это это под попу до чтобы эти гвозди на доску и саде там гвозди есть они горячие не там еще и гвозди на дереве а верхонка зачем рукавицы нужно в принципе подавать а еще нет а еще когда паришь веником но тоже руки обжигаются два дня давай давайте ребят про веники отдельно веники мы привозим с двух регионов 1 это краснодарский край горячий ключ и до сочи оттуда мы ведем дуб майкоп мы ведем канадский дуб липу эвкалипт майкоп это где каков это дагестан вот эвкалипт это абхазия потом береза ты показывай подожди ну что так рассказывать не вытаскивать нюхать думаешь у нас снова же этот 5d но запах же передает подожди вот мой эвкалипт добавляем в суп а вы им паритесь что ли ты эвкалипт в суп добавляешь ну эвкалипт запариваться он лавровый лист добавляет он уже перепутал эвкалипт с лаврус я иду эвкалипт когда картошкой дышу мне таня когда картошкой дышу мне таня эвкалипт капнет я даже его в суп не добавляют притания а когда-то не уходите добавляют конечно я фарма за дыхали до это дуб у ю ю михайлович но обычно дубную чё добавить и пахнет это канадский дуб а чем канадский дуб отличается а вот это чей дуб это краснодар это краснодар ну и не сразу сочи захотелось ты вообще это флаг канады видела хоть раз так там в этот там ней дуб там клён там клён слышь ты вот это блять и лаврушку скрипт он перепутал тебе дубка на хотел помнить считать или вам похож это помесь красный его называть красный или канадский дуб а у него дубовый листок гибрид гибрид с кленовым листом и соответственно он по своим свойствам ощущениям на этом между средне кленом и дуба вот он не такой жесткий не такой мягкий даже не зря на чему ну нафига ему налили перед темками давай эвкалипт а вот теперь вот этому дайте лаврушку понюхать эвкалипт а если у вас лавровый он пельмени хоть сорить березовые веники давай давай березу вот березу где берете марил марил вот красноярском запахло вот в сибири матушка мордва чуваши и прочие хорошие люди вот это все веники уже в прошлом вот эвкалипт липа а есть облепиха честно скажу что не помню это михал чем не париться и его заваривать единственный который запарить и потом это в чай не пьют эту воду нет ее подают на камень мы среди они заваривают его заваривать единственно все завариваются березовые на у нас и а вот эта березка это липа сейчас мед оттуда можно выжить и поймали и собирает когда она цветет вот это да ну и чё почем веники то эколипт 150 рублей либо канадский дуб 250 дуб береза по 200 рублей еще есть бамбуковые веники ну бамбуковые венки для массажа да это это мы уже переходим к этому нет интим-магазину строгий господин да вот ребята потихоньку ну-ка иди сюда ну-ка иди сюда есть по лесу дали есть ну ничего страшно по трезвее короткие бортрезвеешь простишь есть короткие длинные кому как кем-то не работает у нас бронин там 300 рубля это убирает это мы потом это следующий раз покоряйте лицу поедем не на самом деле сейчас приехали уже конец сезона веники заготовлены в 2014 году в июле месяце будут свежие веники большие там также пошли в начале или в конце июля конце июля конце июля поехали в конце июля вернемся ребят ладно пока так ребята скажите где это все доброту можно купить купить можно у нас на на сайте мы по всей россии у нас доставка есть почты сейчас мы будем подключать деловые ну там деловые линии договор подписано не педи вот мы доставляем по россии много у нас заказы за рубеж единственный за рубеж заказ которому не смогли обработать нью-джерси а вот но вот мы очень-очень что коннектику слушай очень много напишут типа донецк и луганск отправлять или киев то же самое украины я думаю тоже думаю отправляем дела депиде деловые линии без проблем подожди на сайте есть вот мы не обозрели он про масло сказали да про все про эти баночки есть на сайте да там все описание там это вот мыло для бани у нас есть скрабы для бани обертывание для бани это все есть а вот это вот вот эти тональные шарики от михалыча интересуются мы это вот это скажем так это к бамбуковым веником нужен это да это скажем так это ты интересуешься слушай но вот эти как они уши ушаты или как запарники это запарники шайки ушаты вот и соответственно у нас еще есть под напитки под квас под пиво под венок коньяк бочки дубово производства украина вот но они перебрались белка в белгород вот в связи с обстановка на украине вот без баны есть бочки есть шайки можно капусту классик не кажется но и берут на дачник в основном берут дают для закваски капуста огурцов вот потом сайты как называется сайт нас называют веник 77 но есть банный дом ну прочно мы то есть оставляем ссылку на сайт в описании куба и коньячок под шашлычок вкусного и большинство кстати прийти вот с этим наборчиком скажи на своей свадьбы я с удовольствием приехать она вот книжки эти разные на это для охотников видит фазан о видит нифига сикацию калибр цены служил 9 вот это да у тебя вообще офигеть офигенский набор и держал нужно его такой же он туре него водюшки на движение будут давай мы парням подарим подарим вадик вадюша тебе такой наборчик везем все везем эксклюзивные вещи как из него пить а это вот некоторые некоторые вот но люди наливают себе и не пьют и ставят там пока никто не видит а это уже не поставишь пока не выпьешь 9 мая а нет американский а это вежливые люди они есть тематика охота вот для охотника слушай понятно это все льется вручную это не какая-то там штампов понятно так это все на сайте и представлена а все на сайте ребята все на сайт гол на сайт я создал все пошли бухать я ваши банны вадюша 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 куку кубу тебя ждет на бортик извини возьмите магнитик не привезем но на бортик привезем короче ребята дима только что сказал что вот эти все стаканы и стопки которые вот с этими штучками нельзя мыть здрасте здрасте это кто сейчас он нам расскажет про самогон аппараты вообще они там делаются михаил пить пить будешь нет палатки приноски да все внутри миша чё фунга самогонный аппарат а самогонка то есть нет сейчас гнать будем а почему у тебя такой говор скажи миша пожалуйста потому что я так разговариваю нет серьезно откуда с ростова то что в ростове как дела все нормально дом течет баста как же поживает в москве как и я что за термос может бахнет бахнет и не раз весь мир то есть подождите почему мы зачем это показывал объясните пожалуйста ребят то есть на сайте продаются еще самогонные аппараты какой-то какой-то аппарат 15 литров мой аппарат а ты взял твой аппарат к этому этому я думал мне я думал мне это твой аппарат я уже думал ну как это повезут а все и вадику этот и кстати вадюши аппарат оси же тоже заказал ну вот и скажи вот этот знаток вот первак это же вообще самое говно до первого это первое самое это сам больше сушных мастер соответственно чем больше сухи тем больше вредных веществ соответственно цитонов для этого как бы есть сухопады которые их очищают тяжелый фракции садятся в нем и остаются и сливают соответственно сам уже хороший продукт переходит в холодильник непосредственно с холодильником вытекает по змеевику змеевик спиральный то есть вот в этой вот в этой баночке там змеевик да идет змеевик 120 метр 20 метр 80 как у меня желудок что ли там внутри идет вообще тоненький что ли я вам покажу у меня есть на таком аппарате давай давай показывай миша все показа вот это тоже интересненько вадюжа ты смотри это это только для тебя варик ну или поделить для почитателей вадика ребята это тоже для вас кто хочет сам гнать выпивку вот эти все штучки да да вот что это как выглядит этот нос это не проточный аппарат где смелит открытый чай это чё тупо сборника я не а холодильник это только один аппарат не страшно смотреть сколько же туда этот перегонный клуб идет но этот небольшой это на 12 а почему так вот этот маленький подожди ты же ты же отсюда же будешь гнать но есть и до 120 мы делаем это не только одна ничего пойти могу подожди почему-то здоровая маленькая а вот и бак такой же какой-то потому что сюда заливается холодная вода чтобы охлаждался а сюда здесь воду периодически надо менять декабря идет тоже это холодильнике то есть про то что мы очень вот отсюда капает самогонка вот эту воду надо постоянно менять а здесь она на здесь и здесь не надо почему включаешь от крана домашних условиях подачу вода и выход она постоянно льется охлаждает а понял вид до охлаждения если ты дома находишься зачем тебе такой большой конечно конечно маленький дуна есть еще меньше миша что лучше абсолют или самогонка из этого аппарата а самогонка не как филологу без образования мне очень приятно вот это вот а мне то а вот опять опять же сухопарник вот вадюша рассказывал про сухопарник вот вот вадюша вот он сухопарник как выглядит ну и чё сухопарник через него то есть пошло да и в нем все сила сухопарник не охлаждается нет это для слива масел севушных и фракции вредных то что мы не пьем ацетон да да ацетон туда-то чё лить да я вот видел самогонщики там сахар что-то добавляли там этот виден там сахарок кидал там без особенных затрат создан этот самогонный аппарат так нет сам процесс есть книжка с рецептами можно рецепт самому но тебя вот скажи вот тут и как чуть-чуть то подержит вода сахар дрожжи вода сахар дрожжи как у кого пропорция 5 5 литров воды 50 грамм дрожжей и килограмм сахара а по как-то вот этот виноградик там добавляют вишню чача идет или наливка настойка мы все равно всем нашим клиентам даем книжку с рецептами посмотрите то есть заказываешь когда аппарат и идет не заплатно идет на 50 оттену с картинками нет картинки там рецепт а это что электронные сигарки для спиртомер питомец очень на нас точно хватит на литров 20 а еще и дрожжи хмельные да да что будет оставить довольно добавить воды и сахара и все соответственно по рецепту ну и сколько такой простой цены разные да и вот такой вот такой домашний домашний всего нет это не домашний люкс это стоит 12 450 и сколько я из него смогу выгнать смогу с него где-то три с половиной литра в чак не но это в общем это выйдет самогон уже готова сколько по времени занимает где-то заливаем сюда 80 процентов брать нельзя чтобы он перекипел и 100 нельзя брак брак это что потом брак это уже готовый продукт который нас защищен спиртом там подожди то есть и мне нужно не здесь разводить эту воду конечно нет ты расскажите уже тут это интересно тут это это понятно техника делать что человеку нужно сделать где развести эту браку смотря в чем пластиковая тара или деревянная бочка а сколько там держать держать можно там от 3 до 14 дней зависимости все же я все понял это то есть там вода а ну можно там как это там ранетки собрал на даче да ну любой фрукт овощ да собрался хорошо браку согнал сюда перелил это вот это куда ставлю на печку конечно у нас для комфорку любая плита также индукционная керамика на комфорку поставил конечно электричество любая плита все и пошло на этом толщина по времени будет сходить все оглядеть сюда гнаться вот эта штучка там идет там она пройдет садят час дата 3 литра в час идет а ты сможешь заливать постоянно не знаю насколько бракет у человек недела 12 делал 120 и используйте вот не делать на на все 120 смотря у кого какие потребности там дачники а не мне вне давали про этот бак говорю тогда нет нельзя залить сюда больше 12 литров сюда заливать только воду это для ослаждения Да я понял. Вот сюда залил 12 литров. Все, выгнал это, открутил, залил еще туда браги. Вот из 12 литров, сколько у меня здесь получится? Штучки, самогон. Нет, делим на 4. То есть 3 литра получится? 3 литра, да, самогон. Смотрите, если залили 12 на 4, то 3 литра. 12 на 4, то 48. Нет. Мишаня, от этого не пьешь? Нет, я вообще не пью. Мишаня, за тебя. Давайте, ребята, за вас. И за Данбасс. Да, конечно. Ребята, что вы придумали? Сегодня четверг, воскресенье. Варим, варим. Нафтогаз, разоряем. Не, реально, давай сварим. Переходочка. То есть ты покажешь, как заводить, то есть с самого ноля. Покажешь, как заводить брагу? Да, да. Покажешь, как заводить брагу, потом эту брагу как перегонять? То есть все покажешь? Конечно, на своем опыте это будет... Мишаня, Красавелла. Все, ребят, где собираемся? Здесь. Здесь, на южице Пучка, дом 6, районе 2. Купим газовую плиту. Купим... Не газовую, а газовую, как говорит Миша. Мы пришли реально в Советскую Чебуречную. Это не какая-то подъебка, это реально Советская Чебуречная. Потому что вот даже Михалычу написали. Просьба, давайте мутиться в унитаз. Съять. Ну-ка, что сказать? Ой. Михалыч, давай ты как это, как ревизорно протрейдем. Языком по-дамаску. Ребят, мы прощаемся. Хороший выходной. Да, прощаемся до воскресенья. Не, мы еще увидимся. До воскресенья. В воскресенье. С вами мы увидимся завтра. Ни хао. Ютуб видеоблоггер фестиваль. 你在说什么? Ютуб видеоблоггер фестиваль. Я не слышу. Ютуб видеоблоггер фестиваль. Sorry, I don't know. Чайна, Чайна. Ни хао, Ни хао. Би-джин. Ни хао. Би-джин Ютуб. 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 А,那个软件,是吧? Ютуб фестиваль. Фест, 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 фест. Фест. Видео, пипл. А, видео, пипл. Ютуб, гугл. А, нет, нет. Би-джин, гугл. Би-джин, гугл. Би-джин, гугл,我也 нет. Алибаба тогда. Алибаба. Алибаба, Тобал. Тобал, я. Тобал, я. Тобал. Тобал.